Я хочу еще добавить, ну ладно, без микрофона, хочу добавить к сказанному Светланой, когда я уже начал служить с ним штрих пор, ранней литургии, я выхожу и, допустим, полдевятого утра, и уже вижу Александра Узьбовича в дверях, или там где-то там у киоска, или уже идет в храм, один из первых всегда приходил на позднюю литургию, один из первых. Не в пример будет сказано там разным нашим молодым людям, здесь их нет, но, конечно, там многие есть молодые, вот, вполне такие в силах, прихожане подходят не к десяти, даже там, пятнадцать минут, одиннадцатого. Хочи наши? Да, ну, хоть и наши, я не знаю, что там это слишком. Ну, даже вот просто там, ну, к Евангелию там куда идут, вот, к Херувимской. Отцу Александру приходится иногда напоминать об этом, так сказать, по-отечески, пожурить немножко. Ну, вот, отец Александр Львович, я несколько раз невольно оговаривался, но мне кажется, это не случайно, он действительно для многих был отцом, по-настоящему духовным отцом. Есть священники, которых нельзя назвать, по большому счету, отцами, и есть люди не священного сада, которым, можно сказать, что они это звание заслужили. Вот, конечно, Иисус говорил, там, не называйте себя отцами, ибо отец, у нас один чудесный. И, в общем-то, где-то эти слова очень актуальны сейчас, потому что какой-нибудь молодой человек, там уже постриженный монахик, и уже принято его называть отцом. Ну, это как-то не к лицу. А вот Александр Львович, конечно, был для многих отцом. Это уже совершенно ясно, это уже раскрылся его талант, его служение. Вот, и я бы его просто назвал «рыцарей веры». Это, впрочем, не мое выражение, это серый на херкий ворог. Тем не менее, это очень подходит к нашему дорогому отцу Александру Львовичу. Поэтому я, естественно, пью за рыцарей веры. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...